Ребята, всем добрый день! Сегодня я хочу познакомить вас со своим новым растением. Это сансивиерия. Очень интересное растение. Я давно собиралась его приобрести себе. И вот, наконец-то, взяла. Имеет вот такие красивые вытянутые декоративные листочки. Вдоль есть окантовка. Растение такое имеет несколько видов. Оно может быть полностью зеленое, без этой канты. Может быть желто-пятнистое такое, похожее на змеиную кожу. Расскажу вам, конечно же, про уход и содержание. Растение очень простое в уходе, совсем не привередливое, с которым справится даже цветовод-любитель начинающий, ну и ребенок в том числе. Растение предпочитает нормальную комнатную температуру, то есть может расти при температуре от 16 до 25 градусов, прекрасно себя чувствует. Желательно располагать на таких окнах, как западное и восточное окно. Можно также поместить его на подоконник южного окна. Но учтите, что нужно будет притенять, потому что получите моментальные ожоги, что не есть хорошо, и сразу будет потеря привлекательного вида. Скажу еще такой факт, что вот здесь имеются вот такие острые кончики, многие их обрезают, обрывают, обламывают. Не стоит этого делать, потому что растение потом будет у вас, ну как, вот здесь будут такие усохшие концы, это будет некрасиво, да, и так оно обычно и остается потом в дальнейшем, да, вы никуда не избавитесь от него. Что хочу также сказать. Поливать растение желательно отстоявшейся водой или фильтрованной. Полив производим летом один раз в неделю, зимой один раз в две недели, а то и в три недели. Чем холоднее температура воздуха будет в помещении у вас, тем реже будет производиться полив. Потому что если вы растение зальете, вы моментально получите гниение корней, листики начнут у вас, они будут такие мягкие и дряблые, да, такие прям размокшие. Вы увидите это сразу. Плюс вот здесь начнет все гнить. Ни в коем случае не поливаем, не производим полив в розетку вот сюда. Этого делать не нужно. То есть же вы получите моментальное гниение корней и, понятное дело, гибель растения в дальнейшем. Также что хочу сказать. Растение не любит опрыскивание. Это делать не нужно. Но очень оно вам будет благодарно, если вы будете время от времени его протирать. Вот эти листики. Я, кстати, тоже их протру сейчас, потому что с магазина я их принесла. Видите, такие немножко вот они запылющиеся такие. Видно, что уход там был несоответствующий, да, в магазине. Также, что хочу сказать. Если будут бурые пятна, это может быть так же, как и недостаток в поливе, ожоге. И плюс, если вы, точнее не вы, а ваше растение, получит паутинного клеща, да. Обычно бурые пятна у паутинного клеща образуются где-нибудь с этой стороны или в пазухах листьев. Вы увидите, прям вот тут, вот тут будут вот такие бурые пятна внутри. Это паутинный клещ. Заметить его, кстати, на этом растении очень сложно, да. Что еще хочу сказать. Выращивают такое растение лучше всего в маленьких и широких горшочках. Ни в коем случае горшок не должен быть объемный у вас, и не должен быть глубокий. Потому что корни, корневая система у этого растения, она, можно сказать, не какущая, да, ее там почти нет. И с огромным горшком просто корни у вас могут начать загнивать. Может не хорошо просыхать грунт после полива, и что мы в дальнейшем получим гниение корней, да. Также растение будет тормозить в росте у вас. Сейчас, если вы хотите вырастить громадное растение до метра и выше, то я вам предлагаю высаживать растение в широкий, но в узкий горшок. Я имею в виду в широкий, что он должен быть не высокий, не вот так в высоту, а в ширь. Но он должен быть узкий. Вот так вот. Надеюсь, понятно я объяснила, да. Что еще хочу сказать я. Пересадку осуществляем тоже по мере необходимости, понятное дело. Вот сейчас, видите, здесь горшочек у меня, я думаю, сколько он, 9-12 сантиметров диаметр, я думаю. Следующую пересадку я буду делать, когда у меня еще здесь 2-3 розеточки вот такие появятся, тогда, может быть, я сделаю. Потому что, если же я сейчас начну делать эту пересадку, он у меня просто затормозит в развитии. То есть в росте и так же не будет выкидывать розетки, да, деток своих не будет выкидывать. Поэтому трогать не надо, ничего. Когда будете чувствовать, что вот тут в горшке уже корни упираются, выпирает, горшок теряет форму, тогда я предлагаю пересаживать растение. Кстати, пересадку лучше выполнять в растении, когда у вас не в политом состоянии, то есть когда земля будет сухая, потому что извлечь и поделить растение, если вы хотите его разделить на несколько горшочков, будет намного легче, чем ежели оно будет полито, да, то есть сырое. Вот как-то так, ребята. Подкормки производить лучше для кактусов и суккулентов для этого растения. Растение желательно хотя бы один-два раза в неделю, точнее один раз в две недели, это уже будет хорошо, да, но я свои растения всегда удобряю один раз в неделю, поэтому его так же я буду удобрять. Насчет почвы, что хочу сказать. По моим наблюдениям, по моим знакомым, у них у многих это растение присутствует, это растение уживается в любом грунте. Главное, чтобы там не было перебора торфа, да. Феликс пришел. Да, ты же мой золотой, ты погулял и пришел. Кстати, кошечки тоже любят очень это растение попробовать на вкус, так же и как и хлорофитум, и дроцену, поэтому имейте в виду, если что, убирайте куда-нибудь повыше от ваших домашних питомцев. Ну, а так, в принципе, и все, да. Растение не ядовитое, не колючее, не опасно для детей. Размещать его лучше всего в гостиной, на кухне или же в зале. Лучше всего, конечно, оно подходит для таких помещений, как бюро какое-нибудь. Это также считается прибыльным растением, так же, как и денежное дерево. Стараются это растение приобретать, особенно часто люди, которые занимаются каким-нибудь бизнесом. Короче говоря, где водятся денюжки, да. Вот так вот, ребята. Спасибо всем за просмотр. Я желаю всем всего хорошего. И до скорых встреч. До свидания.